400 мастеров из всех районов Кубани развернули на Пушкинской площади свои курини. В каждом встречали песнями, угощали домашними яствами и кубанскими винами. Что могут предложить туристам в Станицах, проверил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. Глава региона и спикер Кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с хозяевами хат. Те рассказали, что гостям всегда рады и даже в самых маленьких хуторах могут предложить путешественникам разнообразный отдых. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что для развития сельского туризма власти и дальше будут создавать все условия. Бизнесом назвать то, что вы делаете, невозможно, потому что не то, что сверхприбыли, даже прибыли порой никакой нет. Но мы должны понимать, что все, что вы делаете, это бесценно, потому что вы даете нам, сегодняшним жителям Кубани, эмоции, сохраняете культуру и возвращаете нас к нашим традициям. Мы пытаемся сделать, чтобы экономика в вашем этом маленьком производстве, в ваших предприятиях появилась. Сегодня мы распространили все меры господдержки на те предприятия, которые занимаются ремесленной деятельностью. Делаем все, чтобы вы приехали туда, где идут туристические маршруты, где уже протоптаны туристические тропы. Выставка стала масштабнее и интереснее. Она растет и привлекает все больше и больше людей. О чем это говорит? О том, что традиции прикладного народного творчества живут и развиваются. Рост популярности наших туристических объектов повышает спрос и на сувенирную продукцию. Причем гостям гораздо приятнее привезти из отпуска кубанский сувенир ручной работы, чем китайскую штамповку. Лучшим подворьям и хозяйствам вручили заслуженные награды. Выставка агротуризма проходит уже в четвертый раз. В этот день на ярмарку приехало 500 туроператоров, чтобы договориться с фермерами о сотрудничестве.